Голос есть у каждого, но каждый ли умеет им пользоваться? И зачастую людям не нравится их собственный голос, особенно в записи. У голоса есть огромное количество характеристик, которые можно изменять, благодаря этому достигать различных целей. Был проведен эксперимент. В большом холле аэропорта был нарисован обычный прямоугольник на полу, и человек пытался проходящих убедить в том, что в этот прямоугольник не заходить, в этот квадрат не заходить. Сначала он просил их, голос был такой тихий, с просящими интонациями. «Не заходите в мой квадрат! Это мой квадрат! Пожалуйста, не заходите!» И люди не обращали на него никакого внимания. Потом он добавил такой стерозной, скажем так, нотки, которая крикливой, да? «Не заходите в мой квадрат! Не заходите в мой квадрат! Это мой квадрат!» И людям не нравилось такое обращение, да? И они как будто специально старались туда заходить. Но когда он добавил в голос солидность, убедительность, и начал говорить «Не заходите в этот квадрат!» Как будто бы предупреждал людей о чем-то. «О, здесь может быть как-то так небезопасно, да? Не заходите! Это мой квадрат!» И люди начали к этому прислушиваться. Вот вам владение ситуацией. Голос – это инструмент, и его можно изменять, что называется, по щелчку пальцев. Причем, что приятно, над ним можно работать в любом возрасте. Это абсолютно не помеха. Так что, пожалуйста, приходите на наше обучение онлайн абсолютно бесплатно и попробуйте стать властелином собственного голоса.